Идет активная работа по сбору налогов. По сравнению с прошлым годом их собрано на 40 миллионов больше. Почтальонам предстоит разнести еще 9 тысяч уведомлений. Срок уплаты налогов до 1 декабря. О состоянии бюджета заместитель главы Яна Дуплякина. Просрочной кредитовской задолженности у нас нет. В прошлом году она была 15 миллионов, сегодня и нет. Есть текущая кредитовская задолженность, но она тоже была ниже, чем в прошлом году. Порядка 107 миллионов рублей. Вопрос задолженности населения за потребленные ресурсы, электричество, газ поднял исполняющие обязанности главы Анапы. Большие долги скопились у жителей дачных поселков. Энергетики и газовики грозят отключениями. Где роль муниципалитета? С ними кто-то работает, вот одни, а раз жало, что они за свет не платят. Кубани Нерго пишут, что они не платят, мы их отключим. Но отключить мы не можем, и начинается замкнутый круг. Вот такая куча долгов. Я здесь на планерке у всех спрашиваю, кто отвечает за сотни. Поручение для замглавы Александра Колесникова – разобраться в ситуации и принять меры к погашению задолженности перед ресурсниками. Это особенно важно сегодня, когда Анапа входит в осенне-зимний период. О начале отопительного сезона Юрий Федорович спросил с руководителя теплоэнерго, напомнив ему о социальной задаче. Мы говорим только о детских и лечебных образовательных учреждениях. То есть, есть такая дата, 15 октября дать отопление. Остальные могут ждать, а вот детские, да, не могут. То есть, мы не принимаем то, что вы говорите, там, температура. То есть, вы читаете, что говорит губернатор, что говорят из электронных совещаний. Поэтому я и прошу доложить мне, куда дали, куда не дали. К теплоснабжению подключили роддом, больницу, детские сады с сегодняшнего дня. Исполняющий обязанности главы Анапы убедительно рекомендовал ускорить процесс подачи тепла.